интернирование строк как я уже отмечал сравнение строк требуется во многих приложениях но эта операция может ощутимо сказаться на производительности при порядковом сравнении ordinal компрессион компрессион CLR быстро проверяет равно ли количество символов в строках при отрицательном результате строки точно не равны но если длина одинакова приходится кропотливо сравнивать их символы за символом при сравнении с учетом региональных стандартов среда CLR тоже приходится символом сравнивать строки потому что две строки разной длины могут оказаться равными к тому же если в памяти содержится еще несколько экземпляров строки потребуют потребуется дополнительная память ведь строки неизменяемы эффективного использования памяти можно добиться если держать в ней одну строку на которую будут указывать соответствующие ссылки если приложение строки сравниваются часто методом порядкового сравнения с учетом регистра или если в приложении ожидается появление множества одинаковых строковых объектов тут для повышения производительности надо применить поддерживаемый CLR механизм интернирования строк string interning при инициализации CLR создает внутренний хэш таблицу в которой ключами являются строки а значениями ссылки на строковые объекты в управляемой куче в начале таблица пуста это ясно в классе string есть два метода предоставляющие доступ к внутренней хэш таблицы public static string intern string str и public static string из интернет string str первый из них intern ищет string во внутренней хэш таблице если строка обнаруживается возвращается ссылка на соответствующий объект string иначе создается копия строки она добавляется во внутреннюю хэш таблицу и возвращается ссылка на копию если приложение больше не удерживает ссылку на исходный объект string сборщик мусора вправе освободить память занимаемую этой строкой обратите внимание что сборщик мусора не вправе освободить строки на которые ссылается внутренняя хэш таблица поскольку и у ней самой есть ссылки на эти string объекты string на который ссылается внутренняя хэш таблицы нельзя сводить пока не выгружены соответствующие домины и не закрыт поток как и интерн метод из интернет получает параметр стринки и ищет его во внутренней хэш таблице если поиск удачен весь интернет возвращает ссылку на интернированную строку противном случае он возвращает нул а саму строку не вставляет в хэш таблицу по умолчанию при загрузке сборки clr интернирует все литеральные строки описанные в метаданных сборки microsoft выяснили что это отрицательно сказывается на производительности из-за необходимости дополнительного поиска феш таблицах поэтому теперь можно отключить эту функции если сборка отмечена аргументом system.runtime.compillerservices.compillation.compillation.compillation.compsat и он relaxations attribute определяющим значение флага system.time compiler services compilation relaxations.no string interning то в соответствии со спецификацией eCMA среда CLR может не интернировать все строки определенные в метаданной сборке обратите внимание что в целях повышения производительности работы приложения компилятор cshar всегда при компиляции сборки определяет этот атрибут флаг даже если в сборке определен этот атрибут флаг CLR может предпочесть интернировать строки но на это не стоит рассчитывать в действительности никогда не стоит писать код в расчете на интернирование строк если только вы сами в своем коде ясно не вызывайте метод интерн типа string следующий код демонстрирует интернирование строк string s1 равно hello string s2 равно hello console right line object references equals s1 s1 s2 нужно быть false почему а это ссылки разные s1 равно string intern s1 s2 равно string intern s2 то есть интерн объединяет два этих объекта hello в 1 и поэтому что s1 что s2 видимо ссылается на один и тот же объект ссылка одна и та же будет и она будет true перед первым вызовем метода reference и класс переменная s1 ссылается на объект строку hello в куче а s2 на другой объект строку hello поскольку ссылки разные вводятся в значение false однако если выполнить этот код в CLR версии 2.0 вы увидите true причина в том что эта версия CLR предпочитает игнорировать атрибут флага и созданный компилятором c-sharp и интернирует литерарную строку hello при загрузке сборки в доме приложений это означает что s1 и s2 ссылаются на одну строку в куче однако как уже отмечалось никогда не стоит писать код с расчетом на такое поведение потому что в последующих версиях этот атрибут флаг может приниматься внимание и строка hello интернироваться не будет действительности CLR версии 2.0 учитывает этот атрибут флаг но только если код сборки создан с помощью утилиты ngen.exe перед вторым вызовом метод метода reference equals строка hello явно интернируется в результате s1 ссылается на интернированную строку hello затем при повторном вызове интерн переменной s2 присваивается ссылка на ту же самую строку hello на которую ссылается s1 теперь при втором вызове reference equals мы гарантированно получаем результат true независимо от того была ли сборка скомпинирована с этим атрибутом флага теперь на примере посмотрим как использовать интернирование строки для повышения производительности и снижения нагрузки на память показанный далее метод num.times.word.appers.equals принимает два аргумента строку слова word и массив строк в котором каждый элемент массива ссылается на одно слово метод определяет сколько раз указанное слово содержится в списке слов и возвращает число перевод статик n32 num.times.word.appers.equals string.word.string.word.list. n32.count равно 0 for n32.word.num.word.num.word.list.length.word.num. как видите этот метод вызывает методы класс типа string который сравнивает отдельные символы строк и проверяет все ли символы со это сравнение может выполняться медленно кроме того массив word list может иметь много элементов которые ссылаются на многие объекты string содержащие тот же набор символов это означает что в куче может существовать множество идентичных строк не подлежащих сборке в качестве мусора а теперь посмотрим на версию этого метода который написан с интернированием строк привод статик n32 num.times.word.appers.intern.string.word.string.massive.word.list. в этом методе предполагается что все элементы word list ссылаются на интернированные строки word равно string.intern.word.in32 count равно 0 for int32 word num равно 0 word num меньше word list length word num plus plus if object reference a class word.word.word.list word num count plus plus return count тут мы сравниваем получается ссылки а тут сами слова этот метод интернирует слово и предполагает что word list содержит ссылки на интернированные строки во первых в этой версии экономится память если слово повторяется в списке слов потому что теперь word list содержит многочисленные ссылки на единственный объект string в куче во вторых эта версия работает быстрее потому что для выяснения есть ли указанное слово в массиве достаточно сравнить указатели хотя метод num.times.word.appers.intern работает быстрее чем num.times.word.appers.equals общая производительность приложения может оказаться ниже чем при использовании метода num.times.word.appers.intern из-за времени которое требуется на интернирование всех строк по мере добавления их в массив word list соответствующий код не показан преимущество метода num.times.word.appers.intern ускорение работы и снижение потребления памяти будут заметны если приложению нужно множество раз вызвать метод придавая один и тот же массив word list этим обсуждением я хотел донести до вас что интернирование строк полезно но использовать его нужно с осторожностью собственно именно по этой причине компилятор c-sharp указывает что не следует разрешать интернирование строк создание пулов строк при обработке исходного кода компилятор должен каждую литеральную строку поместить в метаданные управляемого модуля если одна строка встречается в исходном коде много раз размещение всех таких строк метаданных приведет к увеличению размера резертирующего файла чтобы не допустить роста объема кода многие компиляторы в том числе и c-sharp хранят литеральную строку в метаданных модуля только в одном экземпляре все упоминания этой строки в исходном коде компилятор заменяет ссылками на ее экземпляр в метаданных благодаря этому заметно уменьшается размер модуля способ не нов в компиляторах microsoft c++ этот механизм реализован уже давно и называется созданием пула строк string pooling это еще одно средство позволяющее ускорить обработку строк полагаю значение о нем может пригодиться работа с символами и текстовыми элементами в строке сравнение срок полезно при сортировке и поиске одинаковых строк однако иногда требуется видеть отдельные символы в пределах строки с подобными задачами призваны исправляться несколько методов и свойств типа string в числе которых length chars getEnumerator toCharArray contains indexOf lastIndexOf indexOf any lastIndexOfAny на самом деле SystemChar представляет одно 16-разрядное кодовое значение в кодировке Unicode которое не обязательно соответствует абстрактному Unicode-символу так некоторые абстрактные Unicode-символы являются комбинацией двух кодовых кодовых значений например сочетание символов U0625 арабская буква АЛЕФ с подстрочной ХАМЗА и U0650 арабский КАЗРА образует один арабский символ или текстовый элемент кроме того представление некоторых абстрактных Unicode-символов требует не одного, а двух 16-разрядных кодовых значений первое называют старшим High Surrogate, а второе младшим заменителем Low Surrogate значение старшего находится в диапазоне от UD800 до UDBFF младшего от UDC00 до UDFFF такой способ кодировки позволяет предоставить в Unicode более миллиона различных символов символы-заменители востребованы в основном в странах Восточной Азии и гораздо меньше в США и Европе для корректной работы с абстрактными Unicode-символами предназначен тип System GlobalizationStringInfo Самый простой способ использоваться этим типом создать его экземпляр передав его конструктору строку чтобы затем узнать сколько текстовых элементов есть в строке достаточно считать свойства LengthInTextElements объекта StringInfo Позже можно вызвать метод SubStringByTextElements объекта StringInfo чтобы извлечь один или несколько последовательных текстовых элементов Кроме того, в классе StringInfo есть статический метод GetTextElementEnumerator возвращающий объект System.Globalization.TextElementEnumerator который, в свою очередь, позволяет рассмотреть в строке все абстрактные Unicode-символы Наконец, можно воспользоваться статическим методом ParseCombiningCharactors типа StringInfo чтобы получить массив значений типа Length32 по длине которого можно судить О количестве текстовых элементов в строке Каждый элемент массива содержит индекс первого кодового значения соответствующего текстового элемента Очередной пример демонстрирует различные способы использования класса StringInfo для управления текстовыми элементами строки UsingSystem, SystemText, SystemGlobalization, SystemWindowsForms PublixElectClassProgram StaticVoidMain Следующая строка содержит комбинированный символ StringS U03004 0308 DC BC 0327 SubStringByTextElementS EnumTextElementS EnumTextElementIndexS String Seit Приват static voice SubStringByTextElementS StringOutput равно String.empty StringInfoSe равно newStringInfoSe for Intels 2 элемент равно 0 элемент меньше se length in textElement элемент плюс «плюс» output плюс равно StringFormat Текст элемент 0 is 1 2. Element придумаем элемент is i substring by text elements element 1. Environment newline. MessageBox show output result of substring by text elements. Приват статик код enum текст элемент string as string output string empty равно. Текст элемент enumerator char enum равно string info get текст элемент enumerator s while char enum.move next output плюс равно string формат char actor at index 0 is 1 2. char enum element index char enum get текст элемент environment.newline. MessageBox show output result of get текст элемент enumerator. Приват статик код enum текст элемент index string as string output равно string empty. n32 текст элемент index равно string info parse combing characters as fun32 и равно 0 и меньше текст элемент index.length. и плюс плюс output плюс равно string формат character 0 starts at index 1 2. и текст элемент индекса и environment.newline. MessageBox show output result of parse combing charters. После компоновки и последующего запуска этого кода на экране появится информация окна. с н424-4. Метод substring by текст элемент. unis.a.is.b. не понятная штука. и текст элемент нумератор парас комбин чартес 2 3 4 1 2 то есть эти 0 1 2 3 4 тут и то и то вы но прочие операции со строками таблица 14.1 представлены методы типа string предназначены для полного или частичного копирования строк методы копирования строк клон экземплярный возвращается на тот же самый объект здесь это правильно так как объект стринг неизменяем это метод лезет интерфейс highclonable класса стринг копия копия статический возвращает новую строку дубликат заданной строки используется редко и нужен только для приложений рассматривающих строки как лексик лекси лекси обычно строки с одинаковым набором символов интернируются в одну строку этот метод напротив создает новый строковый объект и возвращает иной указатель ссылку хотя в строках содержится одинаковые символы копи ту экземплярный копирует в группу символов строки в массив символов тип метод экземпляр саб-стринг экземплярный возвращает новую строку представляющий часть исходной строки то стринг экземплярный возвращает ссылку на тот же объект здесь помимо этих методов у типа стринг есть много статических и экземплярных методов для манипуляции строкой таких как insert, remove, put left, replace, split, join, lower, to upper, trim, concat, формат и прочее еще раз повторю что все эти методы возвращают новые строковые объекты создавать создать строку можно но изменить ее нельзя при условии использования безопасного кода эффективное создание строк тип стринг представляет собой неизменяемую строку а для динамического динамических операций со строками и символами при создании объектов стринг фисел имеется тип систем текст стринг билдер его можно рассматривать как некий общедоступный конструктор для стринг в общем случае нужно создавать методы у которых в качестве параметров выступают объекты стринг а не стринг билдер хотя можно написать метод возвращающий строку создаваемый динамически внутри метода у объекта стринг билдера предусмотрено поле со ссылкой на массив структур чар используя члены стринг билдера можно эффективно манипулировать этим массивом сокращая строку и изменяя символы строки при увеличении строки представляющей ранее выделенный массив символа стринг билдер автоматически выделить память для нового большего по размеру массива скопирует символы и приступит к работе с новым массивом а прежний массив попадает в сферу действия сборщика мусора сформировав свою строку с помощью объекта стринг билдер переобразуете массив символа стринг билдер в объект стринг вызов метод стринг типа стринг билдер этот метод просто возвращает ссылку на поле строку управляемый объектом стринг билдер поскольку массив символов здесь ником копируется метод выполняется очень быстро объект стринг возвращаемый методом то стринг не может быть изменен поэтому если вы вызовете метод который попытается изменить строковое поле управляемый объектом стринг билдер методы этого объекта зная что для него был вызван метод то стринг создадут новый массив символов манипуляции с которым не повлияет на строк возвращаемого перед будущим вызовом то стринг создание объекта стринг билдер в отличие от класса стринг билдер clr не представляет собой ничего особенного кроме того большинство языков включая c sharp не считая стринг билдер элементарным типом объект стринг билдер создается также как и любой объект неэлементарного типа стринг билдер sb равно new стринг билдер но типа стринг билдер несколько конструкторов каждый из них обязан выделять память выделять память и инициализировать три внутренних поля управляемых любым объектом стринг билдер максимальная елкость максимум capacity поле типа n32 который задает максимальное число символов размещенных строке по умолчанию она равна n32 max value около двух миллиардов миллиардов это значение обычно не изменяется хотя можно задать и меньшее значение ограничивающие размер создаваемой строки для существующего объекта стринг билдер этом поле изменить нельзя емкость capacity поле типа n32 показывающая размер массива символов стринг билдер по умолчанию она равна 16 если известно сколько символов предполагается разместить стринг билдер укажите это число при создании объекта стринг билдер при добавлении символов стринг билдер определяет не выходит ли новый размер массива за установленный предел если да то стринг билдер автоматически удваивает емкость и исходя из этого значения выделяет память под новый массив а затем копирует символы из исходного массива в новый исходный массив в дальнейшем утилизируется сборщиком мусора динамическое увеличение массива снижает производительность поэтому его следует избегать задавая подходящую емкость в начале работы с объектом массив символов чартеры массив структур чар содержащий набор символов строки число символов всегда меньше и верно емкости максимальной емкости количество символов строки можно получить через свойства лэнгс типа стринг билдер значение лэнгс всегда меньше или равно емкости стринг билдер при создании стринг билдер можно инициализировать массив символов передавая ему стринг как параметр если строка не задана массив первоначально не содержит символов символов и свойства лэнгс возвращает ноль члены типа стринг билдер тип стринг билдер в отличие от стринг представляет изменяемую строку это значит что многие члены стринг билдер изменяют содержимое массива символов не создавая новых объектов размещаемых управляемой кучи стринг билдер выделяет память для новых объектов только при динамическом увеличении размера строки больше установленной емкости при попытке изменить массив после вызова метода то стринг или стринг билдер таблица 14.2 предоставлены методы класса стринг билдер члены класса стринг билдер там метод тут член max capacity тип члена неизменяемое свойство возвращает наибольшее количество символов которое может быть размещено в строке capacity изменяемое свойство получает устанавливает размер массива символов при попытке установить емкость меньше чем длина строки или больше чем max capacity генерируется исключение аргумент out of range exception ensure capacity метод гарантирует что размер массива символов будет не меньше чем значение параметра передаваемого этому методу если значение превышает текущую емкость объекта стринг билдер размер массива увеличивается если текущая емкость больше чем значение передаваемое этому свойству размер массива не изменяется length изменяемое свойство возвращает количество символов во строке эта величина может быть меньше текущей емкости массива символов при своении этому свойству значение 0 сбрасывает содержимое и очищает строку стринг билдер то стринг метод версия без параметров возвращает объект стринг предоставляющий поле с массивом символов объекта стринг билдер чарс изменяемое свойство возвращает из массива или устанавливает в массиве символов символ с заданным индексом c-sharp это свойство индексатор параметризированное свойство доступ к которому осуществляется как к элементам массива с использованием квадратных скобок clear метод очищает содержимое объекта стринг билдер аналогично назначению свойства length значение 0 append метод добавляет единичный объект в массив символов увеличивать его при необходимости объект переобразуется в строку и с использованием общего формата и с учетом оригинальных стандартов связанных с вызывающим потоком insert метод вставляет единичный объект в массив символов увеличивая его при необходимости объект преобразуется в строку с использованием общего формата и с учетом региональных стандартов связанных с вызывающим потоком append формат метод добавляет заданные объекты в массив символов увеличивая его при необходимости объекты преобразуется в строку указанного формата и с учетом заданных региональных стандартов это один из наиболее часто использованных методов при работе с объектом string builder replace метод занимает один символ или строку символов в массиве символов remove метод удаляет диапазон символов из массива символов equals метод возвращает друг только если объекты string builder имеют одну и ту же максимальную емкость емкость и одинаковые символы в массиве copy to метод копирует под множество символов string builder в массив чар отмечу одно важное обстоятельство большинство методов string builder возвращает ссылку на тот же объект string builder это позволяет выстроить в цепочку сразу несколько операций string builder sb равно new string builder string s равно sb append from формат 01 jeffrey richter replace пробел меняем на тире remove 4 3 to string console.retline.s получим джеффри рихтер у класса string builder нет некоторых аналогов для метода класс string например у класса string есть метод to lower to upper and with path left trim и т.д. отсутствующий у класса string builder в то же время у класса string builder есть удобный метод replace выполняющий замену символов строк лишь в части строки а не во всей строке из-за отсутствия полной аналогии методов иногда приходится прибегать к преобразованию между string и string builder например сформировать строку сделать все буквы прописными а затем ставить на нее другую строку позволяет следующий код создаем string builder для операции со строками string builder sb равно new string builder выполняем ряд действий со строками используя string builder ну опять таки append формат 01 jeffrey richter запишем через пробел меняем replace в пробел на тире преобразуем string builder в string чтобы сделать все символы их прописными sb.to stringto upper очищаем стринг builder выделяется память под новый массив чар sb length равно 0 загружаем строку с помощью string в стринг builder и выполняем остальное остальные операции sb.append s insert 8 mark преобразуем стринг builder обратно стринг s равно sb to string выводим стринг на экран для пользователя контроль с джеффри марк вихтер я был вынужден написать такой код только потому что стринг билдер не выполняют все операции которые может выполнить стринг надеюсь в будущем microsoft улучшит класс стринг билдер дополнив его необходимыми методами для работы со строками